А ты в какие-то скольки играл в футбиш? С четырех до восемнадцати. То есть тебя вот прям рано отдали в футбол, и ты все вот это... Да, и все, каждый день, вот все, постоянно. Меня просто пытались отдать в секцию, но я все время лез в залупу, и у меня больше года не получалось там пронаходиться, поэтому я вот всегда... У меня есть много друзей, которых детство, юношество сложилось рядом с какой-то там профессиональной, полупрофессиональной карьерой в спорте. Это всегда очень сильно моделирует личность. Мне вот в том числе интересно тебя послушать, потому что хочется понять, как. Ну что, ну прикиньте, с четырех лет. Ну короче, вот с четырех лет я играл, и потом где-то у меня было до 12 лет. Все отлично, я был просто лучший, я чувствовал, что я самый лучший, реально просто лучший, мне никого нету вообще. Я знал, что просто я... Просто пиздец. Меня там Спартак звали, все дела. И потом просто приезжает чувак на мою позицию, все. Я вообще нахуй никому не нужен. Мне 12 лет, я такой, блядь, что за хуйня? И вот типа такие моменты мамы вообще, типа там на разъебе. Ты лучший, там давай. Найдем другой клуб, типа вся хуйня. Это типа ничего такого. Ну и как-то вот множество было таких разных ситуаций. Мама всегда типа поддерживала. И мне кажется, из-за этого по большей части у меня есть вот это чувство того, что я особенный. То, что не просто проживаю свою жизнь, знаешь. Потому что со мной не может ничего произойти. Мне кажется, вообще любой артист должен... Ну типа вообще чувство того, что ты особенный, мне кажется, для человека творческого оно в любом случае крайне-крайне важное. Потому что это одна из штук, которая типа вообще твою там картину мира, вот этот взгляд через призму своего там творчества. Вот хорошо, чтобы это люди ценили. Типа люди вот как будто в нашей стране не ценят этого, не понимают, в какое время они живут. В великое время манекена инстасамки, ебаный в рот. Надо ценить это время, реально. Они просто не понимают то, что реально это наш опыт, он настолько уникальный, который мы вот транслируем там в своей музыке, и надо это ценить. Но мы живем в целом просто во время уникального опыта, понимаешь? Потому что типа я не берусь, короче, давать какую-то оценку, например, вообще в целом переводить, вот если переводить разговор в плоскость инстасамки и манекена, я на самом деле не берусь какую-то оценку давать, потому что зачем? Типа я вот как бы точно не тот человек, который имеет право судить. И мне в первую очередь интересно на самом деле просто поговорить, потому что я правда, типа я как бы слушал твою музыку, смотрел твои интервью, и я понимаю, как ты репрезентуешь себя в творческом плане и в плане медиа как человек. Мне больше интересна такая, знаешь, именно персональная беседа, потому что мне в общем-то, вот если честно сказать искренне от души, мне наплевать, какие там песни спизженные и не спизженные, мне не волнуют какие-то скандалы особо, какие-то переживания, количество заработанных денег. Мне интересно в первую очередь поговорить с человеком. Момент занятия футболом хотелось бы, например, обсудить гораздо больше. Просто потому что прикинь, вот то, что ты говоришь, 12 лет, что с тобой произошло, это же сравнимо с ударом кирпича по голове. Ты идешь по улице, просто происходит вещь, и твоя жизнь там тебя парализует, да, как бы все, ты лежишь, ты тупо овощи, ничего не можешь сделать. Вот это такой маркер, с которым, такая вещь, с которой ты не можешь справиться, и которая делит жизнь на то и после. Ну да, есть такое. Вот прикинь, с тобой же то же самое произошло. Ну да, да. И вот как ты себя чувствуешь, когда ты просто сталкиваешься с судьбой, которая, ну, ты не можешь ничего с ней поделать, просто так происходит? Как обычно в начале, просто лютый негатив, непринятие того, что происходит вообще, просто на всех негатив, в первую очередь, не на себя. Я попью, с тобой позволю. Здоровья, друзья, следите за здоровьем.